Грозит ли Украине блэкаут в этом сезоне? Какое оружие и в каких количествах необходима ВСУ для победы? Британия обходит антироссийские санкции? Почему Трамп не хочет вести разблокированный твиттер-аккаунт? Главные новости на утро, 21 ноября. Информируем о том, что важно. Сегодня в Украине будут лишь плановые отключения света, сообщили в Украинерго. Глава компании Кудрицкий не исключил, что из-за обстрелов РФ блэкаут возможен, но не обязательно в этом сезоне. Даже полное отключение от света на время не нужно считать концом света, сказал Кудрицкий. Если это произойдет, сразу же начнутся восстановительные работы. В результате обстрелов Запорожской АЭС армии РФ были повреждены здания и оборудование. По данным Энергоатома, накануне было 12 прилетов по инфраструктуре ЗАЭС. В МАГАТЭ подтвердили, взрывы прогремели вблизи реакторов. Обошлось без жертв и утечки радиации. В МАГАТЭ в очередной раз призвали россиян прекратить провокации на ЗАЭС. Украина получила от Франции две ракетные батареи Кроталь для ПВО и два РСЗО для глубокого наземного удара, заявил министр обороны страны Себастьян Лекорно. А правительство Германии передало Украине боеприпасы для РСЗО «Марс-2», эвакуационные машины, датчики защиты от дронов, а также полевые обогреватели. В офисе президента назвали оружие, которое могло бы ускорить победу Украины. Это до 200 танков, 300 единиц бронетехники, 100 арт-систем, до 70 РСЗО, 10-15 противоракетных систем. Также Украине нужны американские ракеты Атакамс. «Россия тайно перевезла из Беларуси около 100 ракет ПВО, чтобы начать новую масштабную атаку против Украины», пишет Daily Mail. По данным издания, с 9 по 13 ноября было зафиксировано около 20 полетов Ил-76. Каждый мог быть загружен палетами с не менее 70 ракетами. Великобритания продолжает получать российскую нефть, несмотря на санкции. Как пишет The Sunday Times, для обхода санкций есть два основных способа. Перекачка нефти с танкера на танкер в открытом море и импорт через третьи страны. Согласно британской торговой статистике, всего с марта в страну из РФ поступило нефти на 778 миллионов фунтов. Действующий президент Казахстана Гасым Жумар-Токаев лидирует на досрочных выборах. Согласно предварительным данным, Центр избиркома страны за него проголосовали более 81%. В случае избрания Такаев пробудет на посту президента 7 лет и больше не сможет выдвигать свою кандидатуру на выборы. В разблокированном твиттер-аккаунте экс-президента США Трампа более 87 миллионов подписчиков. Всего за день после выхода из бана он обогнал по количеству фолловеров нынешнего президента Байдена. Однако заявил, не планирует возвращаться в соцсеть. Это главные новости на утро. Подпишись на канал и оставь свой комментарий под видео. Субтитры подогнал «Симон»!